С 1 ноября пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии летчикам и шахтерам. Средняя пенсия увеличится и станет более 23 тысяч рублей. Пермский эксперт Дмитрий Клющев утверждает, что по результатам 2022 года показатели этого фонда оказались рекордными. Совокупный положительный доход составил более триллиона рублей. Количество пенсионеров сократилось за годы реформы более чем на 2 миллиона человек с 2019 года и постепенно дисбаланс у пенсионного фонда устраняется. Государство сейчас исповедует уже на протяжении последних нескольких лет концепцию быстрого повышения пенсии и старается их удерживать выше уровня инфляции. То есть у нас сейчас получается так, что пенсионеры получают индексирование, либо превышающее уровень инфляции, либо как минимум удерживающее тот уровень инфляции, который есть в стране. Еще одна мера. С 1 ноября рассчитаться за российскую сельхозпродукцию можно будет в нацвалютах. При расчетах по внешнеторговым контрактам на поставку продукции заключенным с иностранными покупателями будет разрешено использование специальных рублевых и валютных счетов типа «З». Перечень такой продукции должен утвердить Кабмин. Пермский эксперт Евгений Иванов оценивает изменения положительно. Я, например, работая в финансовой компании, конечно же понимаю, что транзакции, оплата, она затруднена сейчас в других валютах. Поэтому, соответственно, как бы это в помощь. Пермский экономист Игорь Мерзлов рассказал, как изменения могут отразиться на региональных компаниях. На сегодняшний день около 50 компаний, зарегистрированных в Пермском крае, являются резидентами Сколково. Есть у нас институты финансовой поддержки инновационных компаний, в первую очередь, фонд содействия инноваций. Из Пермского края статистика не обладает, но на уровне ощущений, наверное, порядка уже 50-70, наверное, 70 даже компаний уже являются получателями поддержки в фонде содействия инноваций. Также эксперт добавил, что порядка 150-200 компаний края должны автоматически включиться в реестр, однако критерии в законе еще не прописаны. По прогнозам специалистов, в дальнейшем создадут отдельные центры аккредитации компаний, которые будут выноситься в реестр для более качественной оценки. Станет ли платная аккредитация, появятся ли дополнительные меры господдержки для компаний и насколько радикально они будут отличаться от нынешних, пока неизвестно.